Молодая мама Елизавета Васюткина со своим сыном сейчас приходит в детскую библиотеку на аэродромной практически через день. Регулярно берут книги, в основном произведения Самуила Маршака, для чтения перед сном. А в самой библиотеке занимаются в развивающей игровой комнате и вместе изучают красочные издания на удобных креслах. Для детей они более развивающие, книжек очень много, познавательные, интересные. То, что было в моем детстве в библиотеке, конечно, это небо и земля. Детская модельная библиотека сейчас – это не просто взять и отдать книгу. Здесь есть формы занятия для детей и подростков любого возраста. Мастер-классы, различные мастерские, кружки и творческие конкурсы. Для самых маленьких есть игровая зона и удобные кресла. Для ребят постарше – медиазал с техникой и комфортные гамаки, где можно уединиться и увлеченно погрузиться в произведения. А погружаться есть во что – огромный библиотечный фонд, который регулярно пополняется книгами на любой вкус, в том числе и с интерактивным наполнением. Есть книги с секретными страницами, а есть и с дополненной реальностью, с помощью которых, вооружившись смартфоном, можно разглядеть планеты или животных. Книги объемные, книги-панорамы. То есть их, конечно, лучше видеть, не рассказывать о них, а смотреть. То есть это очень привлекает современного читателя. И все эти книги есть в модельной библиотеке. Поэтому мы приглашаем детей читать не только по спискам неклассного чтения, но обратиться к нашему фонду. Он на самом деле уникальный и интересный. Все это стало возможным после ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Культура», благодаря которому преобразилась также и Центральная городская библиотека имени Крупской. Здесь тоже есть множество интересных изданий для детей, книги, которые будут интересны подросткам и которые довольно трудно найти в продаже. Для взрослых также большой выбор как художественной, так и научно-просветительской литературы о разных сферах жизни. Для более искушенных читателей есть и оригиналы классических зарубежных произведений на английском, немецком и французском языках. Даже если какого-то издания нет, то специалисты помогут найти интересующую книгу. У нас есть отдел «Единый фонд межбиблиотечного взаимодействия». То есть мы можем из своей системы заказать, в какой библиотеке она есть, можем обратиться к областным библиотекам. Мы себе берем это на заметочку. Если вдруг какой-то книги нет, у нас ведется картотек отказов, где в дальнейшем эта книжка будет приобретена. Вечерами в библиотеке регулярно проходят творческие клубы, мастер-классы, встречи авторов с читателями, книжные и киноклубы. Расписание ближайших событий доступно на интернет-ресурсах учреждения. Кроме того, деятельность библиотеки теперь выходит и за стены здания. Совместно с городскими историками и краеведами проводятся пешеходные экскурсии по городу, по литературным местам, которые так или иначе связаны и с классиками русской литературы, и с современными авторами. Мы программно-целевым методом работаем абсолютно и исключительно в целях национального проекта, для того, чтобы любой человек, проживающий на территории города, приехавший к нам в гости, имел возможность посетить библиотеку, которая стала не только центром выдачи книг, нужной продукции, но и проведением мероприятий всесторонне развивающих человека. Модельные библиотеки сегодня предлагают большой выбор разнообразных занятий, для того, чтобы качественно и комфортно провести интеллектуальный досуг, узнать и прочитать и открыть для себя много новой и интересной информации. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.